Чтобы люди понимали, где настоящий продукт и не настоящий. Казанский IT-разработчик Марат Дусаев придумал своего рода продуктовый сканер. То есть написал программу, которая вкупе с QR-кодом может дать полсотни характеристик товару. С таким сервисом покупатель, придя в магазин, может узнать, из коровы какого хозяйства надоили молоко. Хозяйство получает возможность вести учет, государство видит, как расходуются субсидии, потребитель получает всю историю от поля до прилавка. Когда мы совершаем операцию, которая верифицируется в блокчейне, свидетельство того, что вы эти деньги нигде-то не украли. Программное обеспечение для такого блокчейна-ревизора написали московские айтишники. С помощью интернета система позволяет проводить торговые операции с криптовалютой и отслеживать их. Программные коды, которые позволяют связывать участника, ну, вернее, как бы конкретного предпринимателя, у которого есть система, с другим, у которого даже ее нет. Найти таким разработчикам инвесторов, которые могут помочь развить дело и при этом сами заработать, есть цель этого форума. Пока, как констатируют эксперты, по сравнению с зарубежьем, российский венчурный рынок невелик – около 200 миллионов долларов. Может быть, еще связано и с тем, что нет полного доверия к тем инновациям, которые производятся в России. Проще закупить что-то за рубежом, сделанное под ключ. К этому доверия больше. Хотя, как отмечают в последние годы, в стране возросло число и качество инновационных продуктов. Осмотрев проекты форума, Рустам Мениханов поручил министерствам изучить их практическое применение. Если мы возьмем пять лет назад, мы просто ходили, смотрели, чтобы людей не обидеть, говорили, молодцы, вы что-то принесли. А в первые годы это были вообще какие-то там бредовые идеи. Сегодня все эти вещи носят к прикладам. Возможно, не все выстрелят, но я уверен, что процентов 80. Не бояться вкладывать деньги в новые технологии на форуме советовали и инвесторы из американской Силиконовой долины. Чем отличие от долины? Это в том, что там люди уже знают, что самые большие деньги как раз-то и можно зарабатывать на технологиях. По итогам форума международное жюри отберет лучшие проекты. Их авторы получат до 10 миллионов рублей и смогут за рубежом пройти обучение по продвижению своих продуктов. Дмитрий Аринин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Дмитрий Аринин, Данил Филатов, ТНВ, Казань.